Девушки отдыхают В третьем раунде играют только капитаны. Договорились? Лежних разговоров у нас не должно быть. Потому что если вдруг кто-то будет... Подсказывать нельзя. Прошу, за игровой стол в команду третьего класса первого. Вопрос номер один. Бог дал им ум, разум и бессмертную душу. Внимание! Правильный ответ. Пожалуйста, убить волчок. Вопрос номер пятьдесят. Вы можете обсуждать на весь голос. Вы можете не шептаться. Вопрос не повторяется. Итак, правильный ответ. Изображения ложных богов назывались идолы или кумиры. И это правильный ответ. Вопрос номер пятьдесят семь. Вопрос был священник. Вопрос номер пятьдесят. Вопрос номер пятьдесят. Готов с ответом. Кто отвечает? Он попросил мудрость, чтобы отделять зло от добра. Внимание, правильный ответ. Когда Соломон вступал на царский престол, он попросил у Бога сердце разумное, чтобы судить народ Божий. Это правильный ответ. Пожалуйста, отвечает. Его звали Иосиф. Внимание, правильный ответ. Вопрос номер 78. Внимание, правильный ответ. Иудеи пробыли в плену, прежде чем вернулись в Иерусалим и выстроили там новый храм, 70 лет. Ответ, к сожалению, неверный. Пожалуйста, крутите волчок. В зале, пожалуйста, тишина. Могут обсуждать только за таким. Те, кто сейчас будет разговаривать, будут удалены. Это означает, что в Египете будет 7 лет изобилия и 7 лет голода. Внимание, правильный ответ. Наш турнир закончился. Вы видели, да, как у нас сражались три команды усиленно. Ну, какое я хотел сказать, какое у меня впечатление. Но вот впечатление было то, что большинство вопросов вы знали. И даже те вопросы, которые не ответили, вы знали ответ. Во-первых, вы в этот момент не могли точно сформулировать свою мысль. Не могли правильными словами это выразить. Это ошибка была у многих. Вот вы ходите, начинаете отвечать. Правильно отвечаете. Ну, так запутаетесь своим языком, что уже мы сомневаемся, правильно в ответ или неправильно. Это вот беда. Ну, и вторая беда, что сова из третьего класса улетела во второе. То есть третий класс не смог поддержать, назовем так, ту планку, которую в прошлом году, тот наш третий класс, который был, который мы, уже они выпускники, ушли из нашей школы. В клубе «Юниор» многие из них ходят в тридцать процентов. Класса. Из трех. Вот. Поэтому награждается команда «Ангелы», занявшая третье место. Первая санчжа. Первая санчжа. Где у нас? Поздравляем. 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 Первая санчжа. Поздравляем. Молодцы. Так, смотрим все на Настю. Ангелы лучше всего. Первая санча. Ура. Так, второе место у нас заняли команда «Вербочки». Вербочки выходят. Вербочка, несоверно. Вербочка санчжа. Варя сражалась сильно за честь своей команды. Так, видите, еще ближе. Лучше вербочек никого нет. Вот и все. Вот так. Чего так? Самые крутые – это вербочки. Смотрите на Настю. Вербочка. Молодцы. Молодцы. Ну и заслуженную, я считаю, победу. Заслуженную победу. Видно. И сразу чувствую, что ребята много старались. Многие готовились. Это команды второго класса. Которые мы присуждаем первое место. И так как у нас во время ремонта нашу сову повредили, мы сейчас временно выдаем, как сказать, ее образ совы. Ну и когда мы приобретем эту сову, мы опять ее поставим на полочку, но уже во втором классе. На следующий год я надеюсь, что нынешний первый класс сделает так, что эта сова останется опять на полочке второго класса. А третий класс у вас большая задача, отобрать все. Все. Ну а я считаю, что лучший игрок этой команды, это мое личное мнение, это Федя, поэтому он будет у нас хранителем этого образа. Казахстан, поздравляю вас. Дорогие друзья, давайте все скажем Сан Санычу спасибо за его чудесное действие. Спасибо! Спасибо!